Героев нашего времени нужно знать в лицо, особенно когда речь идёт о спасении жизни. Четверг, 28 ноября, мог обернуться настоящей трагедией. Но бобручанин Владимир Озеров оказался в нужное время в нужном месте. Во время утренней пробежки на городском пляже он спас человека. Мужчина мгновенно среагировал, нырнул в ледяную воду, вытащил на берег утопающего и укутал в тёплую одежду. Слова благодарности за мужество в его адрес звучали на заседании исполкома. Почётной грамотой Могилёвская областная организация «Свуд» награждается в озеро Владимир Лентинович за проявленное мужество, решительность и смелые действия при спасении утопающего. Обсуждение героизма – приятная, но не единственная тема повестки дня. Сегодня в городе чувствуется нехватка кадров. По-прежнему остаются открытые вакансии главного архитектора. Такая же ситуация и с начальником управления по образованию. Но что касается второй должности, то в ближайшее время ситуация должна решиться. А вот поиск на первую длится уже год. Несмотря на обновлённый кадровый резерв, кандидата до сих пор нет. Проведён открытый конкурс на занятие должности, например, начальника отдела архитектуры и градостроительства. В город по письму горосполкома были распределены два молодых специалиста. Вместе с тем вопрос до настоящего времени не решён. Не менее стоит острый вопрос подбора кадров на коммунальные предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Во время рассмотрения тем обсуждалась также и работа медиахолдинга «Бобруйское житё». Наша редакция по-прежнему остаётся лидирующей информационной площадкой города, которая знакомит жителей региона с самыми актуальными и горячими новостями. Подтверждение тому новые читатели, слушатели, зрители и подписчики. В планах компании только расти и развиваться. В редакции создано широкое информационное поле, включающее различные источники информирования, как традиционное, так и возникшее в последние несколько лет. Информационными площадками редакции являются еженедельные общественно-политики, газета «Бобруйское житё», радиостанция «Зефир-ФМ», телеканал «Бобруйс-360». В интернете редакция представлена интернет-порталами «Бобарлайф.бай», «Зефир-ФМ.бай», «Ютуб-каналом Бобруйс-360». В социальных сетях мы находимся на онлайн-платформах ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм. Функционирует мобильное приложение «Зефир-ФМ». Не осталось без внимания в преддверии Рождества и Нового года тема иллюминации. Совсем скоро город зажжётся праздничными огнями. В этом году жители удивят балом для одарённых учащихся, который пройдёт 14 декабря. А на следующий день на базе лагеря «Мечта» откроется своя резиденция Деда Мороза. Засиять, к слову, уже готова и главная ёлка города на площади Ленина. Зелёную красавицу осталось только украсить. Мария Пересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.